Белая ночь 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 Комментируясь на степень агрессии и прогноз опухоли, то есть опухоли разных локализаций. Вот пример. Пациентка 78-го года рождения, то есть достаточно молодая пациентка, а в 16-м году, 5 лет назад она была еще моложе на 5 лет, после 4-х родов отметила постепенное увеличение живота в раздреве, дискомфорт, отрыжку. При обследовании было выявлено неорганно-патологическое образование забрюшинного пространства с лечением левого надпущника. Размер образования был почти 20 см. При фиброгастроскопии поверхностный гастрит полиповидное образование желудка около 2,5 см. Была выполнена биопсия полипа, оказалась аденокарцинома. Гистологическое заключение. Умеренно-дифференцированная аденокарцинома желудка, диагноз рак желудка, TXNXM1, канцероматоз брюшины, метастаза брюшной полосы. Это то, что мы увидели при компьютерной томографии. Здесь вы совершенно четко видите, что картина действительно. Есть большое образование забрюшинное и есть канцероматоз брюшины. Тогда было проведено 4 циклахимиотерапии по схеме Фолфокс. Было прогрессивное заболевание. Это тоже отмечено при компьютерной томографии. И на первом этапе было решено произвести диагностическую лапароскопию, в результате которой выявлены множественные опухоли брюшной полости и канцероматоз мы не выявили. Опухоль желудка не определялась. На втором этапе была проведена симультанная комбинированная операция, конверсия, то есть лапаротомия, удаление опухоли забрюшинного пространства, слевосторонней адреналоктомии, дистальной субтотальной резекции желудка и адреналоктомии слева. Как выглядел препарат? Ну вот здесь вот очень четко видно, как это все выглядело. Больная до сих пор жива. В диагностологическом заключении мы получили ответ, как раз смотрел Григорий Александрович, пересматривал, что позитивная реакция в опухоли, ну здесь вот видно все на слайде. И заключение. Дедифференцированная липосаркома, умеренно дифференцированная нейроэндокринная опухоль желудка, СКИ-67-4% с инвазией в подслизистый слой и рак инситу железистого эпителия желудка. Аденокарциномы в пределах слизистой оболочки. Что еще важно для хирурга? Это выполнение симультанных операций, о которых я уже сказал выше. При следующих условиях. Локализация опухоли в одной области, все опухоли находятся, предположим, в брюшной полости. Ну это, допустим, там кишка, если даже это ободочная кишка и прямая кишка, разные отделы ободочной кишки мы тоже рассматриваем как первично-множественные опухоли при лазгистологической структуре. Локализация опухоли разная, но доступна для выполнения симультанных операций. Здесь вот как раз и тот пример, о котором я говорил, рак молочной железы, рак левой почки. Затем, что еще важно знать, когда мы применяем хирургическое лечение? Тогда, когда операция является единственным методом лечения. Вот эта больная находится сейчас у нас в клинике. И эта фотография сделана вчера. Я ее буду, ну мы ее будем оперировать на следующей неделе, ориентировочно во вторник, когда закончится белая ночь. Вот больная 72 года. В 10-м году рак молочной железы, секторальная резекция, плюс лучевая терапия, адевантная гормонотерапия, тамоксифена в течение 7 лет. Осложнение лучевой терапии. И дерматит третьей-четвертой степени. Сейчас вот вы видите остатки, вот наклейка вот трепан биопсии, саркома капоша, причем она не ассоциированная. В зоне облучения. Проведение лекарственной терапии без эффекта. Она сейчас у нас находится на химиотерапевтическом отделении. Вот мы смотрели, когда приняли решение оперировать. Лучевая терапия очень высокая, суммарная доза. Что делать в данной ситуации? На наш взгляд, в данной ситуации один метод, это хирургический. С какой он будет целью? Радикального лечения, либо палеотиного, это остается вопросом. Но на наш взгляд, когда вот такие ситуации оставлять нельзя, потому что дальше мы получим просто распад и весь арсенал и лекарственной терапии, лучевой терапии, мы фактически исчерпали. Спасибо. Говорить о лучевой терапии, в лечении больных первичным множественным образованием, наверное, очень трудно, поскольку локализации разные. И лучевая терапия в зависимости от этого очень сильно меняется. И объединить это все в единое целое, ну, вот мне кажется, что мне при моем объеме знаний трудновато было бы. Но некоторые вещи я скажу. И я, наверное, основная цель моя заключается в том, что я предполагаю, что эту сессию смотрят в основном, конечно, специалисты клинические онкологи или специалисты в области химиотерапии и, вероятно, достаточно большое количество хирургов. Возможно, какие-то лучевые терапевты. Но я о лучевой терапии с технической точки зрения буду говорить немного. А основная задача моя просто показать хотя бы то, что радиотерапевты должны обязательно привлекаться к обсуждению этого вопроса, потому что для нас знание того, что происходит до планирования лучевой терапии или до того, когда что-то делается с больным, очень важно, поскольку в каких-то ситуациях наша тактика может очень серьезно меняться. С одной стороны. С другой стороны, в чем я вижу вот главные вопросы, которые нас волнуют? Определение очередности методов лечения, методов терапии, потому что это очень важный вопрос. Если говорить о лучевой терапии, понятно, что в этой ситуации очень важная задача сократить как можно больше времени, которое мы тратим на лучевую терапию. Стандартная, классическая лучевая терапия – это очень долгий вид лечения. От 4 недель до 7 недель может продолжаться лучевая терапия. И, конечно, когда первичное множественное образование, то такие длительные сроки, они становятся иногда обременительными, мягко скажем. Очень важным вопросом является ограничение в объеме облучения и снижение риска осложнений, потому что, когда мы лечим первичное множественное образование, конечно, у нас накапливаются риски. У нас накапливаются, если так можно сказать, объемы, которые мы облучаем, которые мы вырезаем. У нас есть токсичность химиотерапевтическая, которая тоже, она может быть очень таким тяжелым временем. И здесь мы, конечно, должны быть, с одной стороны, очень быстрыми, с другой стороны, очень деликатными. Ну и, конечно, встает вопрос о том, вообще, если есть несколько мишеней, можем ли мы одновременно облучать эти мишени. Потому что есть действительно ситуации, когда мы можем одновременно воздействовать сразу на два злокачественных новообразования. Насчет трех я не могу сказать, думаю, что это будет перебором. Но, наверное, можно сконструировать такие ситуации тоже. Ну и, конечно, когда идет речь о метахронных образованиях, я как раз специально покажу некоторые примеры, чтобы стало понятно, о чем я говорю. Для нас, конечно, очень важно знать все то, что происходило с больным ранее. Потому что здесь встает вопрос, если и то, и другое образование может лечиться с помощью методов лучевого лечения, то здесь, конечно, нужно осуществлять стыковку полей, нужно выбирать адекватные технологии. И это очень важно. Сегодня много говорилось, например, о раке молочной железы. Я, к сожалению, обнаружил уже в студии, что этот слайд я не вставил. Но я все равно его проговорю чуть позже. Но вот это вот, например, пример очень частый. Дело в том, что мы много занимаемся лечением больных раком предстательной железы. У нас много больных раком прямой кишки. И в том и в другом случае лучевая терапия используется довольно активно. В случае рака предстательной железы это один из основных, если сказать, основной метод радикального лечения. Если говорить о раке прямой кишки, то мы уже сегодня говорили. Все-таки это, как правило, предоперационная лучевая терапия, химия-лучевое лечение. Но в некоторых ситуациях она рассматривается в качестве радикального и, если так можно сказать, основного компонента терапии. И тот, и другой орган очень близко друг к другу расположены. И тот, и другой орган лечится с помощью, в общем, одного и того же метода. Но если мы знаем, и самое главное, и это довольно частая ситуация, когда рак предстательной железы ассоциирован, то есть обнаруживается у больных с уже диагностированным раком прямой кишки или наоборот. Они часто синхронные, они нередко метахронные. С метахронными отдельный разговор. С синхронными очень важно знать и понимать распространенность, и очень четко надо понимать наши планы на будущее. Почему? Вот это вот, например, о, можно показывать. Вот это поле, которое мы используем при облучении больных раком прямой кишки. В область облучения не входят наружные подвздошные лимфоузлы. Вот это границы полей, когда мы облучаем больных раком предстательной железы из группы высокого риска. Если мы облучаем тазовые лимфоузлы, то наружные подвздошные лимфоузлы обязательно входят в объем облучения. Но это, естественно, предстательная железа. Предстательная железа, если это ранние стадии, если это больные низкого промежуточного риска, она является единственной мишенью. Так вот, если мы выявляем пациента раком прямой кишки и раком предстательной железы, у нас есть прекрасные возможности объединить эти планы, сделать план единым. Тогда, когда мы облучаем одновременно все тазовые лимфоузлы, для рака прямой кишки это немножко избыточные объемы, но для двух опухолей это совершенно адекватная ситуация. Мы обязательно включаем в объем облучения предстательную железу, потому что с точки зрения токсичности пациент ничего не теряет в этой ситуации. Мы фактически одновременно лечим две опухоли. Вот в этом году у нас минимум 5-6 человек уже таких прошло через наши руки. То есть это довольно распространенная клиническая ситуация. И очень важно, чтобы мы участвовали в обсуждении этого вопроса. Более того, есть ситуации, которые... Если, например... Вот это очень любопытный случай. Это пациент, которому проводилось лечение рака предстательной железы. Это метахронное образование. Сначала лечился рак предстательной железы. Ему была проведена низкодозная брахитерапия в другом учреждении. Но мы примерно видим там, где находятся иглы. Мы можем спрогнозировать дозное распределение благодаря этому. Зерна, не иглы, зерна. И через какое-то время у него диагностируется, а именно через 5 лет, рак нисходящей ободочной кишки он получал хирургическое лечение. И, наконец, рак нижнеампулярного отдела прямой кишки. И пациент не хочет хирургического лечения, потому что хирургическое лечение связано с очень большим функциональным дефицитом. Он просит нас о том, чтобы мы провели ему химио-лучевую терапию, но в связи с тем, что было уже лечение рака предстательной железы, то, конечно, вот в этой области, вы видите, где зерна расположены, мы предполагаем, что передняя стенка, она получила уже очень большую дозу. И если мы будем стандартно подходить к лечению этого больного и проведем ему стандартное химио-лучевое лечение с помощью дистанционной лучевой терапии, то, конечно же, ну просто она развалится передней стенкой прямой кишки, это будет огромная трагедия, и все равно придется выполнять калечащие хирургические манипуляции. В этой ситуации мы попытались решить эту проблему, довольно успешно попытались ее решить. Вы видите, вот здесь воздух, мы вставили баллон, который отодвинул переднюю стенку прямой кишки, рак прямой кишки располагался на задней стенке для нас, по счастью. Мы отодвинули переднюю стенку прямой кишки от зоны облучения, и дальше с помощью специального интрастата, который есть у нас в распоряжении, такой прекрасный интрастат, где много-много каналов по окружности, мы смогли нагрузить вот эти вот каналы и облучить избирательно только заднюю стенку прямой кишки. Таким образом, избежав токсичности и подведя достаточную дозу на опухоль прямой кишки, к сожалению большому, мы все-таки полного ответа не смогли достигнуть, и все равно пришлось выполнять хирургическое вмешательство. Но в каких-то случаях, конечно, такого рода вмешательство, оно может быть очень важным и очень помогающим. Вот это другой пример, я его уже демонстрировал недавно в Москве, потому что там была сессия по опухолям головы и шеи, но он очень яркий, экстравагантный, я очень быстро его покажу. Рак шейного и верхнегрудного отдела пищевода, где была проведена химилучевая терапия, химилучевая терапия используется при этой локализации рака пищевода, ее возможности достаточно ограничены, но этого больного волшебным, совершенно чудесным образом был достигнут полный ответ и длительный контроль над заболеванием, который продолжается до настоящего времени. Но после этого, через некоторое время у него возникает рак корня языка. И здесь сразу же проблема огромная, вот то, о чем я говорил, стыковка полей. Вы видите, это вот те поля, которые используют при облучении рака пищевода. Все шейные лимфоузлы, там, верхнее средостение. То есть реально мы очень ограничены в наших возможностях, по сути дела мы можем облучить только корень языка. И мы сделали это с помощью брахиотерапии, это удивительный метод, конечно, который мы очень любим, который позволяет очень точно подводить дозу на определенной, ну, в определенной геометрии. Вы видите вот эту вот 3D-модель, которая показывает, каким образом, каким образом сформирована была область высокой дозы. Ну, вот здесь видно немножко по-другому, это в трех проекциях. И достигли стойкого контроля над злокачественным процессом. Но мы не могли облучить ему лимфоузлы региональные, потому что тогда доза была бы просто, ну, запредельной, она была бы больше 100 грей, это уже даже для повторного облучения слишком много. Мы достигли полного ответа опухоли со стороны корня языка, но дальше через некоторое время у него возникают метастазы в лимфоузлы. Здесь таких, это просто я показываю, что вы видите, вот эта опухоль, которая была, вот это уже, ее просто нету, ну, это язык как таковой. Но дальше выполняется хирургическое лечение, делается лимфоденоктомия, и на сегодняшний день пациент находится в полной ремиссии по всем злокачественным новообразованиям, которые у него были. Просто это вот демонстрация того, как комбинация, разумная и оправданная комбинация различных методов может помогать в такой ситуации. Ну и, наконец, если говорить о сокращении сроков лечения, уменьшении объема облучения. У нас сейчас появился такой удивительный инструмент, как прецизионная лучевая терапия, которую называют радиохирургией, стереотоксической лучевой терапией. Иногда ее по названию аппаратов окрещивают кибер-ножом, гамма-ножом, протоны терапии. На самом деле это все варианты радиохирургического лечения стереотоксической лучевой терапии. В чем особенность этого метода? В течение трех-четырех дней, а иногда за один день, мы можем подвести радикальную дозу на опухоль и фактически заменить этим хирургическое вмешательство. В чем преимущество? Процедура неинвазивная и очень короткая по времени. И, конечно, если, например, возникает там, если у нас есть локализованная опухоль немелкоклечного рака легкого, к примеру, там, первой и даже второй стадии, без изменения в лимфоузлах, и есть какое-то новообразование, к примеру, там, рак желудка или какое-то новообразование ниже диафрагмы, то мы можем очень быстро подвести радикальные дозы на новообразование в легком и открыть хирургам спокойные возможности химиотерапевтам, для того, чтобы они могли заниматься уже новообразованиями других локализаций. Вот вчера или позавчера уже Андрей Иванович Арсеньев, он делал большой подробный доклад о лечении немелкоклечного рака легкого, раннего немелкоклечного рака легкого с помощью стереотоксической лучевой терапии. Она уже у больных, которым трудно выполнить хирургическое лечение по тем или иным причинам, рассматривается в качестве альтернативного радикального метода лечения. Думаю, что, возможно, вполне она в течение какого-то времени будет, в принципе, альтернативным методом радикального лечения, так же, как, например, при раке простати лучевая терапия сейчас стала методом номер один, по сути дела. Но нужно помнить просто, что есть вот такого рода возможности. Причем радиохирургия стереотоксическая лучевая терапия, она не ограничивается только новообразованиями легких или новообразованиями прямой кишки. При локализации в других органах можно рассматривать варианты, потому что иногда нетрадиционные решения, они приводят к гораздо больше эффективности. И я, вы знаете, наконец оставил совершенно не наши данные. Они вообще не укладываются в разговор про первичное множественное новообразование. Я их увидел буквально неделю назад в Анцете. Но на самом деле это такая повод к размышлению очень интересный. Это фантастическая совершенно работа группы Форменти, это очень известные специалисты в области иммунотерапии, использованной лучевой терапии для достижения индукции иммунного ответа. И они провели исследование очень любопытное. В неодювантном режиме они проводили либо иммунотерапию дурвалумабом, либо лучевую терапию в нерадикальных дозах. Они подводили три фракции по 8 грей. Это стереотоксическая лучевая терапия, но стандартная стереотоксическая лучевая терапия, которая достигает стойкого контроля локального. Это три раза по 20 грей, ну четыре раза по 13,5 грей. Три фракции по 8 грей это, конечно, с точки зрения локального контроля субоптимальные дозы. Но они достаточны для того, чтобы тоже подтолкнуть иммунный ответ. Так вот у них получилось, что при сочетании группы была рандомизирована на тех, которые получали только дурвалумаб в неодювантном режиме. И дурвалумаб с этой стереотоксической лучевой терапией. И последующее хирургическое лечение. Обратите внимание, при использовании одной иммунотерапии частота ответов составила 6,7%. При комбинации со стереотоксической лучевой терапией она составила 53,3%. В 10 раз практически выше. Более того, у четверти больных, которые ответили, отмечался полный патоморфологический ответ новообразования. Почему я об этом говорю? Потому что возможно и при злокачественных новообразованиях, например, первично множественных опухолях. Тогда, когда мы рассматриваем эти опухоли как иммуногенные, комбинация стереотоксической лучевой терапии или другого метода лучевого лечения с иммунотерапией в неодюванте, может быть очень интересной опцией с последующим уже решением вопроса о той или иной хирургической тактике лечения. Или уже системной терапией, системной поддержкой. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо, Светлана Анатольевна, за приглашение. Когда вы мне задали этот вопрос, как лечить, я, конечно, был в какой-то степени в таком ступоре, потому что это такое огромное поле деятельности, что, в общем, не знаешь, с какой стороны подступиться. Я думал, вначале, может быть, какие-то случаи показать, а потом понял, что показывать случаи, это, в общем, наверное, неправильно, потому что случаев такое великое множество, что их не хватит на все белые ночи, на целую неделю, чтобы рассказывать о случаях первично множественных опухолей. Вообще, надо сказать, что это та проблема, о которой мало очень говорят на конференции, хотя вот, если мы говорим статистически, то в России в 2019 году было выявлено почти 60 тысяч первично множественных опухолей. То есть это огромная цифра, и это составляет почти 10% от всех злокачественных новообразований. И количество пациентов с первично множественными опухолями растет. При этом синхронные опухоли практически четверть по данным 2018 года. То есть это тоже значительное такое число, четверть, вот практически 60 тысяч, то есть мы представляем себе, что это приблизительно 15 тысяч человек. А накопленный контингент пациентов с первично множественными опухолями составил более 220 тысяч человек по стране. Это по официальным данным, которые предоставляет Каплин Старинский. И мы видим, что с течением времени количество первично множественных опухолей увеличивается, и количество контингента увеличивается. И это во многом отражает, в том числе и то, что мы стали лучше лечить пациентов. То есть пациенты дольше живут, и с увеличением продолжительности жизни больных увеличивается риск заболеть второй опухолью, и, соответственно, это создает нам проблемы, как же этих пациентов надо лечить. Но если мы возьмем наших зарубежных коллег, то мы посмотрим в Соединенных Штатов, приблизительно при оценке 2 миллионов пациентов у 15% есть первичная множественность. Вот в 22 европейских странах, посчитали, оказалось 6,3. То есть видите, какая разница. Но здесь очень важно понимать, в какие сроки мы оцениваем первичную множественность. Вот в Австралии посмотрели сроки, допустим, к 5 годам. Это 4%, к 10 годам наблюдения за 334 тысячами человек. Это 7,7%, а к 20 годам 12,4. То есть мы понимаем, что чем дольше пациент с онкологическим заболеванием живет, тем больше шансов у него развить первичную множественность. Ну и вот среднеевропейские цифры, они колеблются, так сказать, за 14 лет в районе 6%, а в Швейцарии 8% за 6 лет. То есть разница в статистике достаточно значительная. И в общем, на сегодняшний день даже абсолютно сказать, как часто это бывает, фактически невозможно. Ну вот рассмотрим самые такие частые модели, которые встречаются в онкологической практике. Ну первое, одна из наиболее частых. Почему? Потому что пациентки с раком молочной железы, которые больны раком молочной железы, они сегодня являются максимальными долгожителями, особенно с учетом обширности этой проблемы как таковой. В Российской Федерации более 70 тысяч женщин ежегодно заболевает этим заболеванием, и большинство из них живут, выздоравливают. Поэтому, конечно, у них есть высокий риск развития повторных раков молочной железы. И не только раков молочной железы. Если мы посмотрим на факторы риска, ну, конечно, можно говорить о генетике, это мутация БРК, можно говорить о гормональных факторах. И тогда есть не только повышается риск развития опухолей молочной железы, повторных яичников, матки. Но что самое интересное, это колоректального рака. И зачастую, когда мы говорим о раке молочной железы, то это сочетается с ожирением. И вот тут еще более интересная история. Ожирение само по себе вносит очень большой вклад в развитие повторных раков, в том числе и других раков, даже таких как почка, поджелудочная железа, щитовидная железа, желчный пузырь. Если мы говорим о пациентах с раком предстательной железы, то, опять-таки, достаточно высокая частота развития повторных, так сказать, вторых опухолей у пациентов с этой формой опухоли. Причем здесь есть связь с лучевой терапией и есть опухоли, которые не связаны с лучевой терапией. То есть вторые и вторичные. И чем дольше пациент с раком предстательной железы живет, соответственно, тем больше у него есть шанс, так сказать, встретить какую-то другую опухоль. И наоборот, то есть когда есть пациент с какой-то другой опухоль, возрастной мужчина, то практически есть огромная вероятность, если это пожилой мужчина, что у него будет выявлена локализованная форма рака предстательной железы. При этом при обследовании, так сказать, по поводу рака предстательной железы, у курильщика мы можем выявить рак легкого. И встанет вопрос, что имеется особое значение, ну, как бы первичное, первостепенное значение. Теперь, если мы посмотрим пациентов раком легкого, те пациенты, которые долгожители, а таких пациентов, к сожалению, не очень много, ну, приблизительно, там, 15-20%, так вот у них встречается первичная множественность от 13 до 22%. И, конечно, основная причина повторных опухолей – это ассоциация с курением. При этом при плоскоклеточном раке первичная множественность встречается чаще, чем при адренокарциноле. Это интересно вот было отмечено. При этом мелкоклеточный рак легкого имеет наибольшую частоту первичной множественности, но только у долгожителей. А долгожителей, к сожалению, при этой форме опухоли мало. Но, опять-таки, помимо опухоли легкого, наиболее частой и второй первичной локализацией являются раки мочевого пузыря и колоректаль. Наиболее частые наследственные генетические синдромы, которые приводят к развитию вторых рак. Я здесь перечислил только некоторые из них, но это самые частые, остальные – это редко. Это, конечно, мутация БРК, это синдром Линча, это синдром фон Хиппелиндау, Ли Фраументийс синдром и синдром МЕН, который ассоциирован с нейроэндокринными опухолями. Ну вот самые частые сценарии. Если мы говорим о раке молочной железы при наследственном раке, то наиболее частые первичные множественности – это рак яичников и, опять-таки, рак молочной железы, если вторая молочная железа осталась или была сделана секторальная резекция. Вот если мы говорим о синдроме фон Хиппелиндау, то это множественные опухоли почки в первую очередь, но это могут быть кисты поджелудочные, которые могут при этом озлакочисляться, это могут быть нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы, то есть самые разные локализации, в том числе даже описанные меланом. Если же мы говорим о синдроме Линча, который чаще всего дебутирует с ковректального рака эндометрия, то здесь, в первую очередь, это множественные опухоли толстой кишки, а также, опять-таки, эндометрия, и, что самое интересное, желудок. Причем интересно, что в нашей стране зачастую бывает первичная опухоль желудка, а потом уже развитие ковректального рака, это в нескольких публикациях было отмечено. Клинические ситуации, когда можно заподозрить первичную множественность? В первую очередь, конечно, это атипичное распространение метастазов. Например, если выявили литические метастазы при раке предстательной железы. Большой объем опухолевой массы принимались в невысоком уровне специфического маркера. Опять-таки, та история, когда мы видим поражение печени, а ПСА низкий при раке предстательной железы, понятно, что, скорее всего, это какая-то другая опухоль. Новые метастатические сайты через очень много лет после какой-то первичной опухоли. Здесь, конечно, надо подумать, а не другая ли это опухоль. Или наоборот, единичные метастатические сайты после излеченной опухоли, например, опухоль головы шеи, очаг в лёгком. Если хронологически какой-то атипичный метастатический сайт, то есть новый сайт через 5 лет после метастатического первичного мелкоклеточного рака лёгкого, или нетипичное прогрессирование у курильщика с излеченным ранее раком. Гематологические различные сочетания у больного, чаще это, конечно, к сожалению, острый лейкоз, у больного, который ранее получал по поводу, допустим, рака молочной железы, терапию антрациклинами или топозидом. Здесь мы должны, увидев анцитопению, заподозрить о том, что это может быть вторичный острый милоидный лейкоз. Зона лучевой терапии. Здесь развиваются вторичные опухоли, скорее не вторые, а вторичные, то есть наведённые. И мы опять-таки должны об этом думать. Ну и, конечно, сейчас мы очень вооружены методами обследования, такими как ПЭТ-КТ, и зачастую являются какими-то находками ПЭТ-КТ-исследования, где какие-то нетипичные очаги или СУФ, который не соответствует тому, что мы видим, допустим, первичные опухоли, а, допустим, очень маленькие СУФ где-нибудь в другом месте, можно заподозрить, что у пациента, допустим, есть нейроэндокринная опухоль или какая-то другая эндорентная опухоль на фоне основного заболевания. Основные модели, вообще первичные множественные, синхронные и метахронные, которые мы вот встречаем. Ну, конечно, это первичные плоскоклеточные раки курильщиков. Это опухоли головы шеи, пищевод, лёгкого. Первичные множественные опухоли лёгких, рак молочной железы и гинекологические опухоли. Опухоли Крукенберга – одна из очень сложных проблем, и тут зачастую и не всегда всё ясно. Дифференциальный диагноз между метастазами меланомы и вторым раком, допустим, метастазами меланомы в молочную железу или в рак желудка, или какие-то редкие локализации. Первичные локализации онкологические и множественные опухоли тазовые локализации. Ну вот, стратегия подхода в таких ситуациях – это практически всегда дилемма. И здесь очень важна мультидисциплинарная команда. Мы должны точно определить распространённость каждого из онкологических процессов, абсолютно понять его стадию или постараться это сделать по максимуму. При этом оценить биологию каждого из этих процессов, с тем, чтобы понять, какой из них более агрессивный, какой менее агрессивный. И выбор тактики лечения – он такой. Стратегически более агрессивная опухоль с точки зрения отдалённой выживаемости и тактическая с точки зрения непосредственной симптоматики. И дальше мы должны последовательно выполнять намеченный план лечения и повторно возвращаться к нему при достижении каких-то промежуточных целей. Ну вот ещё, так сказать, такие самые частые случаи, если мы говорим о первичной синхронной множественности при раке молочной железы, то, конечно, биопсия должна быть выполнена из обеих желёз. И биологический тип может оказаться разный. И при этом локальная стадия обоих процессов, если локальная стадия обоих процессов, то неодювантное лечение должно быть проведено по более агрессивному типу. Далее хирургическое лечение и адювантная терапия должна учитывать биологический тип обеих опухолей. Если мы говорим о первичной метахронной множественности, то обязательно необходимо сличать биологические типы, отличить рецидив от второй опухоли с тем, чтобы оптимально в соответствии с предшествующей терапией подобрать новый вид лекарственной терапии. Если мы говорим об опухолях первично-плоскоклеточных, голова шея, рот, глотка, пищевод, лёгкие, то здесь нам помогает иммуногистохимия, в том числе определение B16. Это метастаз или не метастаз, потому что опухоли головы шеи зачастую B16 позитивны, то есть HPV ассоциированы, и иммуногистохимия здесь может нам очень помочь, для того чтобы определить. И, конечно, лечение должно учитывать предыдущее лечение, в особенности, если мы говорим о полях лучевой терапии, о чём говорил предыдущий докладчик. Если же мы говорим о синхронных опухолях, которые, допустим, опухоли головы шеи и опухоли пищевода или одновременно плоскоклеточных рак лёгкого, то здесь у нас есть такая схема химиотерапии, как платина, доцитоксел и 5-стороцил, который, в общем-то, универсально перекрывает все эти возможные локализации плоскоклеточного рака. А в будущем, я надеюсь, будет комбинация токсанов, платины и антипедиозинных репаратов, потому что эти опухоли очень чувствительны к химии и иммунотерапии. Ну и далее последовательное проведение лучевой терапии в порядке клинической значимости опухолевого процесса. Ну и, конечно, необходимо избегать операций, которые радикальны в отношении одной опухоли, но могут быть бессмысленны при наличии второй опухоли. И, к сожалению, сейчас нередко такие вещи происходят. Если мы говорим о желудочно-кишечных моделях, то здесь при опухолях толстого кишечника необходимо, конечно, молекулярное генетическое исследование каждой из синхронной или метахронной опухоли толстого кишечника. Потому что опухоли могут биологически отличаться. В одной может быть крас, в другой краса может не быть. И метастазирование может отличаться. И мы должны понимать ту зону, тот биологический тип, который, допустим, метастазировать в печень для того, чтобы правильно выбрать терапию. При этом мы должны понимать, что первично множественный ковректальный рак зачастую ассоциирован с синдромом Линча. И эти опухоли с MSI-хай. То есть сегодня появилась иммунотерапия, которая полностью меняет прогноз лечения этих больных. Она крайне высокоэффективна. И здесь мы должны, безусловно, знать, что это опухоли с MSI. Если мы имеем сочетание желудочно-кишечных обликов, например, желудок и рак толстой кишки, то, конечно, здесь может быть унифицированная химиотерапия, например, фолфокс или фолфиринокс. И опять-таки мы должны искать микросателитную нестабильность, потому что она может попасть в обе эти опухоли. Если мы говорим о лёгких, это, наверное, самая сложная локализация. И опухоли могут быть повторно операбельны, то есть этих больных нельзя списывать за счетов, если мы видим локальные стадии. Конечно, должна быть верификация. Это безусловно. И вторая, первичная опухоль, может иметь другую биологию, особенно у некурильщиков, и там могут быть драйверные мутации. При этом мы можем напороться на так называемую нейроэндокринную опухоль лёгкого, тех, которые мы думали, что это метастаз, а на самом деле это НЭН, который течёт очень благоприятно, и этим пациентам не требуется проведение химиотерапии. Кроме того, метастаз в лёгкой, в которой мы думаем, что это метастаз, может оказаться первичной опухолей. И здесь, конечно, нас выручает иммунодистохимия, такие маркёры, как ТТФ-1 и П-63, которые зачастую помогают поставить нам правильный диагноз. Ну и молекулярно-генетический маркёр. Если мы говорим о сочетании солидных опухолях и гематологических заболеваниях, то, конечно, при агрессивных гематологических заболеваниях, таких как острый лейкоз, то, конечно, в первую очередь лечение гематологической опухоли, а уже в ремиссии надо подумать о лечении солидной опухоли. И наоборот, обратная ситуация. Если мы говорим об инголентной гематологической опухоли, такой, как, например, бодребочный хронический лимфный лейкоз, или хронический мио-лейкоз, пациенты, получающие таргетную терапию, индолентный вариант, допустим, фолликулярной лимфомы, то здесь солидная опухоль может проводиться, невзирая на гематологическую опухоль или на фоне какой-то хронической терапии. И, к сожалению, мы очень часто сейчас видим метафронные опухоли у пациентов, которые вылечены от лимфомы Ходжкина. Причём риск получить вторую и иногда вторичную опухоль, если была лучевая терапия, резко возрастает до 20 годов и достигает практически 25-30% у этой когорты больных. Сочетание ЖКТ и яичники – тоже очень сложная ситуация, особенно при билатеральном поражении яичников. Зачастую мы думаем о том, что это первичное, что это метастазы, метастазы Крукенберга, но на самом деле может оказаться рак яичников. При этом зачастую для того, чтобы правильно стадировать, требуется лечебно-диагностическая авариктомия. К сожалению, химиотерапия при этих опухолях не совпадает. Но есть, допустим, схема флот, где используются и токсаны, и препараты платины, и фторроцил, которые могут одновременно закрыть и колоректальный рак, и рак яичников. Отдельная сложная тема – это эмоционозные аденокарциномы и колоректальный рак. Аденокарциномы яичников и колоректальный рак. Вот их различить по структуре, по иммуногистохимии, молекулярной генетике практически невозможно. Причём и там, и там зачастую встречается мутация гена красного. Но химиотерапия по типу фулфокс или фулфири, в первую очередь фулфокс, она, в общем-то, универсальна. Ну и теперь несколько слов об обратных ситуациях, когда мы думаем о первичной множественности, а это могут оказаться метастазы. И вот один из примеров – это, допустим, первичный перстневидно-клеточный рак желудка у больного, который ранее перенесла рак молочной железы. Так вот, чаще всего это метастаз долькового рака молочной железы в желудок и по брюшине, и ГХА здесь в помощь. Время. Плоскоклеточный рак лёгкого у женщины после рака шейки матки, особенно если она не курильщица. И здесь P16 как дифференциальный диагностический маркёр, который нам поможет здесь поставить правильный диагноз, потому что этот вариант плоскоклеточного рака будет HPV ассоциирован. Допустим, локальный рак поджелудочной железы после рака почки. Это зачастую метастаз почечно-клеточного рака, и они бывают локализованы, и хирургическое лечение даже может быть излечивающим участие в больнице. Метастазы в щитовидную железу, когда иногда кажется, что это первичная опухоль щитовидной железы, но у больного ранее был рак почки, колоректальный рак, это может оказаться метастазом. А если у больного с раком лёгкого мы видим ещё опухоль поджелудочной железы, то чаще всего это метастаз адренокарциномы лёгкого, и здесь надо искать мутацию АЛК. А бывают обратные ситуации, когда мы имеем муцинозную опухоль поджелудочной железы, и множественные метастазы в лёгкие, и здесь чаще всего мутация крас, то зачастую это, к сожалению, нам не помогает, потому что крас бывает и там, и там. Таким образом, вообще первичные множественные опухоли — это очень сложная тема. Это частая, растущая, и чем больше пациентов ремиссии, тем больше мы будем видеть эти варианты. И чем более углублённые обследования, тем больше мы видим, в том числе и так называемый инсидент-лом, то есть случайно выявленных опухолей, например, опухоли почки при компьютерной томографии по поводу, допустим, рака лёгкого или по поводу какой-то другой локализации. Чем больше мы биопсируем, ещё будет больше синхронных опухолей, и крайняя вариабельность лечебной тактики не может на сегодняшний день отражена быть в рекомендациях. Как же оказывать этим больным адекватную помощь? На мой взгляд, это ещё один аргумент наличия таких больных в пользу концентрации онкологических пациентов в специализированных онкологических учреждениях, имеющих врачей и ксер-коррегии. Заканчиваю. Учреждения при этом должны быть обязательно высокопотоковыми, иначе никогда не появится опыт редких сочетаний. Специалисты должны помогать и друг другу, им должны быть многоэтапные решения. Ну и, конечно, должна быть мощная патанатомия и доступ к современной молекулярной генетике. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok